Добрый день, уважаемые лингвисты, любители языков, языковеды, лезва баннеры, хаягетнеры, бальшаним. Сегодня будет важнейшая тема и прекраснейший вообще эфир касательно армянского, санскрита и других европейских языков, о том, насколько близки в них слова. Начнем с того, что в армянском языке до сих пор есть звуки п и п, т и т, к и к, ц, и ц, г, х и х. Другой такой язык с таким набором богатым звуков я встречал только арабский, у них есть с, з и так далее. Другие, это прямой еще один признак того, что армянский максимально близок к истокам, к правилевропейскому языку. Давайте пройдемся по словам. Во-первых, священная книга для индусов Бхагавад Гита. Бхагавад Гита это как Тора для евреев, это как Евангелие для христиан и как Коран для мусульман. Бхагавад Гита. Священное знание. Почему знание? Гита. Гита это знание. А на армянском знать гител, гителик, гитем. Мама. Слово на всех языках всем знакомое. На армянском мама это майр. На английском мадр. На латыни матер, альма матер. На греческом метер, на санскрите матер. И на правилевропейском махтер, что-то типа того. Отец. Хайр. Фадер. Батя. Патер. Падре. Патер. На санскрите пейтер. И пхтер. На правилевропейском языке. Брат. Ехпайр. На армянском. Брат. Брат. Фратер. Фратер. Пхатер. И так далее. Дустер. На армянском это дочь. Дустер это дотер. Даже пишут очень похоже. Дочь. Дустер. Дотер. Сухтер. Духтер. И так далее. Теперь. Женщина. Королева. На армянском это кин. На английском куин. На древнем английском, кстати, было квен. Куен была тоже и жена, и женщина, и королева. Это сейчас уже квен, только королева. Раньше было просто женщина и жена. Кстати, в древних языках нет разницы между словом жена и женщина. Как и на еврите. Ища. Это и женщина, и жена. Так. Едем дальше. Ну, мой, да. Им. Им это мой на армянском. Май. Майн. Мой. Мей. Мио. Эмео. Мене. И так далее. Имя. Анун. На армянском. Нейм. Номен. На латинском. Намен. На санскрите. Онома. На греческом. Циферки тоже. Например, на армянском 8 будет ут. Разумеется, это тот же самый эйт. Ут. Эйт. Окто. Да, октава. Окто. Акто. И так далее. Девять. То же самое. Инне. Инне. Это девять на армянском. Найн. НОВЕН. ЭНЕЯ НАВА. Глаза. Тоже интересное слово. АЧК. На армянском. ОКО. Это оно оттуда пошло. ОКО. АЧК. ОКО. Ай. ОКУЛУС. Почему окулист? Потому что окулус. ОКУ. ОКО. ОКУЛУС. Это глаза. На греческом вообще будет ОФТАЛЬМОС. ОФТАЛЬМОЛОГ отсюда. ОФТАЛЬМОС. Это глаз. Рука. АРМУНГ на армянском. АРМ на английском. АРМУС. АТРОН. И так далее. Слово АРМ на английском еще интереснее, потому что на английском АРМ это еще и оружие. Армия отсюда пошло. То есть оружие в руке. Поэтому слова АРМ рука. АРМС как оружие. АРМОР броня. И АРМИЯ от слова СОББСТНОВООРУЖЕНИЕ. Слово РУКА изначально. Слово СЕРДЦЕ в армянском интересное. СИРТ. Кто-то говорит, что связано с словом Любовь СЕР. Любовь Сердце. СИР, СЕРТ. Но СИРТ и ХАРТ это одно и то же. СИРТ и ХАРТ. А на латинском, на гречском, там КОР, КОРДИО и так далее. Это, видимо, одно и то же. МЫШКА. МУК. На армянском. МАУС. МУС. МУС. МУШ. И так далее. КОРОВА. КОВ. КАУ и КОВ одно и то же, разумеется. На санскрите ГО. КОВ-КО. ГОВИНДА, да. КОВ-ГОВ. ГОВИНДА. Да, священное животное в Индии. ГОВИНДА, один из богов. ШУН. СОБАКА. ШВАН, КВОН, ШВОН. Это все на санскрите. КАНИС. Это на латинском. ХАУНД. На английском. Так. ТАРИ. ЯРЭ. Или ОРА. ОРА это частное или временное испанском, да. АМИС. МЕСЯЦ. На армянском. МАНТ. МЕСЯЦ. На английском. МЕСЯЦ. МЕН. МАСА. Во многих языках месяц и луна это одно и то же. Допустим, вы говорите ЯРЭЭХ. Это и СОНЦЕ. Простите, это и МЕСЯЦ и ЛУНА. ДАЛЬШЕ. ДЖЕРМ. Интересное слово. ДЖЕРМ. Это тёплый на армянском. МЕСЯЦ. ТЕРМО. ДЖЕРМ. ТЕРМО. Это одно и то же слово. ГАРМА. Это вообще жара на санскрите. Слово ЛУИС. Великолепный пример. ЛУИС. ЛАЙТ. ЛУЧЕРЕ. ЛЮСИЯ. ЛЮКС. ЛЮСТРА. И так далее. Это всё. ЛОЙК. ЛЕЙС. ЛУИС. Это всё очень древнее слово про свет. ЛУИС. Слово ОГОНЬ тоже, потому что ОГОНЬ это ХУР. ХУР. ПУР на греческом. ПЕХ на протеиндоевропейском. ПИР на латинском. ФЛЕЙМ. ФАЙР. ОГОНЬ. ХЕРУ. Далёкий. ФАР. УТЕМ. Я ЕМ. ЭДО. Я ЕМ. На древнегреческом. АДМИ. ЭД. ЭД. ЭТМЕК. Тоже это на. ЭД. Да. Это на. Просто попался турецкий ЭКМЕК, по-моему. ЭКМЕК это хлеб. Но чуть похоже созвучно. ГЕТ. Это река. Я жил в деревне ГЕТ-Аргел. Как раз в Армении. ГЕТ-Аргел. Это слово. Что я запомню. ГЕТ это река. УТУР. Вода. УДОР. УДАН. ВОДОР. УЭДОР. Это вода на протеиндоевропейском. ГОРЦ. Работа интересное слово. МЕЦ. Великий. МАГНУС. МЕГАС. То есть эти слова. МЕГА. Туда же относятся. Так. Ну и подобные слова. Например. НОР. НОР. Это НОВЫ на армянском. НЮ. НОВУС. НЕОС. НЕВО. ДВЕРЬ. ДУР. На армянском. ДОР. На английском. ТУРА. ДВАР. ДВЕР. На санскрите. ТАУН. И ТУН. Кстати. ТУН. Это армянский дом. ТАУН. Английское возможно отсюда. ХАУС. ДОМУС. ДОМУС. ДАМА. ДОМУ. И так далее. БЕРИ. БЕРЕЛ. 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 Вообще БЕРЕЛ. Это нести. А БЕРИ. БЕРЕЛ. Это как ягода. Поэтому БЕР. На английском. Это носить. ФЕРА. ФЕРТИЛИС. Это вообще быть плодовито. Да. ФЕРТИЛИС. ФЕРТИЛЬ. БЕРЕЛ. ФЕРЭЙ. БХАРАТИ. БХАРАТИ. Это носить. Древнее название Индии. Которое сейчас индусы хотят вернуть. Это БХАРАТ. То есть. Дающий. Несущий. Несущий. Святое. Вот. Еще несколько интересных фактов. Допустим. Такое слово. Как. Простое слово. Как БЕЛОЧКА. На английском БЕЛОЧКА будет. СКВИРОЛ. А на армянском БЕЛОЧКА будет. СКЮРИК. Эту заметку я написал ровно два года назад. Прибывая в Краткой Таргеле. СКЮРИК. Это БЕЛОЧКА. СКВИРОЛ. На английском БЕЛОЧКА. Про КИН мы сказали. Про ДУР и ДОР мы сказали. АЧАК. На русском АЧАК. На армянском ОДЖАХ. ОЧКИ. По армянски глаза. АЧКЕР. А очки АКНОЦ. У нас очки. Теперь. ЗВЕЗДА. АСТХ. На армянском. Очевидно, что то же самое, что АСТРО. МАТЕР, МАТЕР, ДУСТР, ДОЦЕ, ДОЧЬ мы назвали. АНУН, НЕЙМ, НОМЕН. УТ, ЭЙТ, ОКО. ДЖЕРМ, ВОРМ. А вот ДЖЕРМ, ВОРМ. Вот я все забыл про ВОРМ сказать. ДЖЕРМ это ВОРМ английское. ТЕРМО. ЛУИС, ЛАЙТ, ЛУЧЕРЕ. И так далее. В общем. Все гораздо ближе, чем кажется. Все едино. Мы познаем с вами любовь через разъединение. Чтобы вернуться в единство. Это касается и возвращения к Богу, к Божественному. К ИСТИНЕ. Душа отделяется от Творца. И через многие опыты совершает к нему возвращение. Так и языки несут в себе единый корень. Спасибо за внимание. Надеюсь, вы поняли, к чему вообще посыл этого видео. Что все гораздо ближе. Все гораздо единее. И при всей древности мы до сих пор пользуемся всеми словами. Во вседневности. Следующая серия будет про иврит и армянский. Самый интересный. Потому что интересно в плане того, как это вообще произошло. Потому что либо в Урарту произошло это объединение, какое-то смесь, либо с шумерским связано и так далее. Так что до новых встреч. Спасибо. Ханибат.